остров керкера монастырь госпожа ангела в этом монастыре находятся святыни которых расскажет отец яков который несет послушание здесь живет в этом монастыре и об этом монастыре он расскажет как раз ему приехали паломники в этом монастыре сейчас будет кратенький рассказ его я цикл благослови же в который раз себе проезжаем хотелось бы чтобы ты рассказал немножко об истории сего монастыря паломников нашим монастырь был основан в 14 веке как он был основан один раз я здесь на керкере на море был очень сильный шторм и кораблями по территории кораблекрушения на этом корабле было два родных брата которые чудом спасли и они оба дали обед богу что каждый из них построить по монастыре один брат основал этот монастырь второй брат 7 километров другой отсюда монастырь изначально монастырь был мужской семнадцатом веке и было здесь на керкере очень сильная эпидемия чумы и так как монастырь находился вдали от населенных пунктов на краю острова здесь сделали лазарет для больничного и когда монахи ухаживали за больмина кто-то зародился у нас кто-то боялся зародиться умереть и ушел отсюда последний монах который оставался он закрыл на ключ храм и поджог вокруг все построить постройки чтобы уничтожить инфекции и с тех пор монастырь опустил полностью и так как после этого здесь не жил лицо практически 200 лет то постепенно и церковь полностью обвалилась в 1933 году сюда пришла молоденькая послесница которую звали анастасия когда она была девочкой 10 лет она перед монастырем где оставляют обычно машины пошла с матерью овец и один раз она от колокольни от входа в храм и слышала женский голос который говорил и что ты призвана прийти на это место поселиться и восстановить этот монастырь заново это был голос божьей матери она рассказала о своей матери но мать не придала значения слова ребенка и так это все забыло когда я исполнил 14 лет она пошла в один женский монастырь числитель николая и прожила там около девяти лет взяла благословение и пришла на это место когда она пришла на это место есть были джунгли все было заросшее джиром колючим кустарником здесь кишила змеями скрыс крысами скорпионами и даже до сих пор и здесь вот можно и я часто выхожу когда вот на это площадке может богу попозже змея может ползти змея очень часто а насколько они ядовитые если например укус будет то я не знаю насколько я недавитые но мне кажется это у типа наших ужиков они не давит вот и постепенно матушка начал это место ощущать или деревья выкорчевывать корни вырывать колючие кустарники спала она под открытым мне вам первое время кушала что придется и когда придется потом начали постепенно приходить и помогать местные люди и в течение трех лет ей построили келью вот здесь ведь и лейкой мы потом посмотрим с вами восстановили заново храм и построили над входом колокольник и с тех пор матушка начала здесь жить первые 20 лет она прожила одна совершенно к ней первая послушница пришла через 20 лет когда матушка была молодая она была очень красивая и часто об этом полоники говорили в глаза чтобы не быть для кого-то соблазном она просто начала очень сильно поститься она кушала только хлеб с водой дикие травы и дикие овощи хлады какие-то она перестала с тех мой упор вообще мыться носила на себе одежду пока одежда на ней полностью не сли и через несколько лет у нее развились многие болезни она высохла от него кожи и кости остались развились многие болезни у него был очень сильно витаминоз была опухоль щитовидки примера с таким размером к врачам она не ходила врачей к себе не допускала единственным лекарством было это вот молитва и массоваться от иконочки божьей матери госпожа ангелов монастырской иконы один раз матушке было извиние божьей матери и она увидела что божья матерь была босиком из-за пор матушка всю жизнь проходила босиком за что и в будущем прозвали анастасия босоножка кроме этих подвигов которые машка сама несла она еще терпела очень многие очень сильные нападки от некоторых местных жителей дело в том что раньше у монастыря до того как опустил монастырь вокруг было очень много земельных участков монастырск и когда монастырь опустил то люди начали постепенно эти участки забирать потому что никто не был никого не было и люди начали забирать эти участки и когда появилась здесь монахиня они боялись чтобы эти участки назад не стали забирать и они начали просто гнать они приходили просто жестоко избивали это происходило течение многих лет три раза машка не выдерживала уходила отсюда когда на третий раз ушла отсюда то ей во сне явился какой-то осветитель в золотых одеждах и сказала вернись монастырь сдались в храм через форточку больше не уходи никуда она так и сделала и больше она отсюда никогда не уходила один раз пришли люди и выгнали за монастырь вытолкали и она пошла поселилась в дупле старой старой оливки эту оливку потом я вам покажу и прожила там течение трех лет и так маска про подвязалась течение 46 лет в этом монастыре и за эти подвиги за которые она сама несла добровольно из-за потерпения гонения от людей которые она терпела господь ей даровал очень много благодатных даров у нее был дар позорливости дар чудотворной молитвы у нее был дар рассуждения она очень многим людям помогала очень много например пришел один человек попросил его матушка говорит у меня где-то лошадь пропала не могу найти она берет я спрошу сейчас пресвятую пошла помолилась перед иконой говорит твоя лошадь там-то и там-то застряла между двух заборов еще вот пошел правда нашел свою лошадь там и таких случаев было очень много машка помогала людям которые у которых были бездетные людям помогала очень много своим молитвами за три дня до смерти приехал тогдашний митрополит сюда ладыка поликарп и он не постриг великую схему с именем амбрусии матушка хоть и была великой старец она на всю жизнь проходила в послушницах потому что местные жители они не давали чтобы ее постригли монахи поэтому она проходила всю жизнь послушницах и только на смертном одре за три дня до смерти она была спорта расподобилась великой схеме не схемы с именем амбрусия и но мы ее все поминают как старец анастасия хоть она и амбрусия монашество в день когда матушка представилась она почувствовала что она умирает она позвала сестер которые с ней были и попросила успеть западу с тропарь успения божьей матери это это основной праздник наш успение божьей матери который будет деньги и когда они пели тропарь успению божьей матери она тяжело тяжело перекрестилась и предала богу и в это время в деревне во всех церквях сами собой зазвонили колокола за упокойным звоном здесь на вот на острове в деревне а в деревне люди были в недоумении что происходит сами собой звонят колокола и тогда они узнали что умерла матушка то все поняли что это было откровение божие о том что представился великий праведник перешел личную жизнь после матушки остались сестры которые жили до недавнего времени здесь 2013 году умерла последняя игумения после нее осталась старенькая монахиня она еще прожила здесь три года и потом она тоже отсюда ушла она одна не смогла жить монастырь три года был пустой в 2018 году пришел я сюда для этого я жил на афоне 15 лет там не получилось так что пришлось уйти оттуда вот я здесь уже три года живу и вот сейчас вот в прошлом году позапрошлом году у нас произошел исторический момент мы достали мощь и машин мы обрели мощи матушки анастасии откопали и останки сделали хороший мощевик и сложили эти мощи в мощевик на когда мы откапывали мощи мошки анастасии с нами был один антрополог и когда мы откапывали откопали кости то наша посмотри глядя на на кости маска он заплакал он говорит вы не представляете какие боли должен был испытывать этот человек когда у кости такие вот у него были они же был очень сильный ветерина носа не было нехватка нехватка кальция на костях гости в кости у него были ломки очень деформе деформировали сверху вот и поэтому она машка постоянно испытывала дикие боли в костях во всем теле и только через 40 лет мы узнали об этом ее подвиге о котором она вообще никому не говорил вот так и сейчас у нас эти мощи это у нас шакруище наше мы к ним прикладываемся прикладываемся и люди приезжают к ней вот наш к многим помогает сейчас мы с вами пройдем в келью к матушке посмотрите как она живет сходим на могилку и сходим на оливку а потом приложимся от мощами вот это келья где маска прожила 46 лет была на вот этой кровати на голым доскам и вместо подушки у него был вот этот камень он сохранился до сих пор это вот фотография маршка анастасии здесь над камнем здесь вот мы фотографии как мы доставали мошки мощи матушки начали могилку откапывать сначала появились тапочки вот потом появилось все тело вот здесь вот здесь вот видно тапочки но так как она ходила босиком но монах когда умирает его облачают полностью чтобы не было открытых мест вы еще видно как тело уже появилось вот здесь вот здесь вот и отец полика достал от ее главу вот в главу видно вот такая вот здесь вот на голове видно кукуль видите этот кукуль он до сих пор вот сохранился по 40 лет этот кукуль прожи поля лежала земле и вот он как новенький на счастье ничего не стал так чтобы зрители было понятно слушать или кукуль монашеская одежда которая означает что те святы на голове весь матушки на одежде вот такие вот вот такие вот одежды как и говорю она носила на все лохмуте вот такие таких лохмутях матч выходила конечно те свяка а где вот эти раскопки где могила была и где находилась это место сейчас мы по нас ходим это здесь рядом от храма где-то на территорию монастыря хорошо идем туда то есть идем на место да и обретение мощней было все то есть это монастырское кладбище вот могилка матушки здесь написано там пушкину то есть могила пустая здесь традиция такая когда люди приезжают на могилку к матушке они о чем-то просят и матушка указывает какие-то свои проблемы свои мечты какие-то просьбы и берут с собой камушки но такая традиция что когда человек получит то что просил нужно привести камушки назад и положить оставить опять на могилке я всем говорю по возможности можете приехать приезжать если не можете оставьте себя камушки маска помогает очень многим потому что люди приезжают и привозят на этот камушки или даже мне звонят и говорят что через неделю говорят мы уже все получили то что просили а сейчас где мы направляемся эти с 1 на оливку в дупло вы где в дупле маска прожила три года вот это дали укладить вот это оливки примерно около 70 лет когда маска жила в этой оливке она ночами часто молилась и на эту оливку входил нетварный фаворский свет это вся оливка светилась божественным светом даже этот свет видели в деревне за два километра отсюда здесь вот дорога рядом проходит 20 метров люди когда некоторые проходили вечером они видели этот свет и кидали маску камнями потому что она думали что она занимается колдовством женщина одна мне рассказывала что они не на раз приносили ей кушать зимой и она зимой они и когда ее заставали она обычно отрислася от холода и просила чтобы они растерли ноги что у нее ноги очень это сильно околили и околивали ноги и она просила чтобы я разутерли ноги и говорит мы ей придем говорит ее разутрем не ноги она согреется дадим ей покушать и таким образом ее поддерживали вот это и в этой алисе она прожила три года это здесь что растет рядышком отец отец сколько вообще этой оливки лет в этой предположительно или есть точная дата возраст самой оливки нет она примерно и приблизительно 700 лет если это лифта недалеко где-то Вот эта икона называется «Госпожа ангелов», перед которой Марша манилась, и часто происходили чудеса, поваливая у Марши. Это древняя византийская икона, но, правда, историю мы не знаем ее. С какого времени, как она здесь появилась, никто не знает. Здесь мы сделали проскингитарий, это место для поклонения. Здесь мы поставили мощевит с матушкой, с матушкиными мощами. Вот видно ее голову, голову Машкина Астасия здесь видно очень хорошо. Вот, к этой голове прикладываются, можете перекоситься, приложиться. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...